Я просто не знала, что человек может столько боли в сознании вытерпеть физической. Ощущение было, что с шеи вниз вонзили кинжал. И через какое-то время я почувствовала, что просто из меня льется водопад крови. Я лежала и думала, что неужели это все. Меня зовут Надежда, мне 33 года. 13 августа 2015 года я чудом выжила в родах. У меня двое сыновей, это была вторая беременность. В первых родах никаких проблем не было. К сожалению, науке неизвестно, почему с первой беременностью все было гладко и с родами, а со второй случилось то, что случилось. Проблемы начались уже со второго месяца. В шесть недель, когда я заподозрила, что я беременна, пошла на УЗИ, мне сказали, что у плода не бьется сердце. В итоге все хорошо, но мне постоянно болел живот, мне было плохо. Я поехала в областной роддом к чудному врачу, и она сказала просто экстренно-экстренно ложиться в больницу. Со второго месяца всю беременность я пролежала в больнице. У меня был постоянный тонус, шейка не держала плод, у меня было передлежание плаценты. Это состояние, когда плацента неправильно закреплена, в любой момент может бессимптомно начаться обильное кровотечение. И как говорили врачи, 5 минут у ребенка, 15 минут у меня. Да. Мне рекомендовалось постоянно лежать. Мне можно было ходить в туалет, ходить в столовую, ничего поднимать нельзя было. Я просила девочек по палате, если мне что-то приносили. Был бы риск невынашивания, выкидыш. Нет, ты не понимаешь, что тебе предстоит. Ты читаешь, ты слушаешь врачей, ты беспрекословно выполняешь все требования. Ты себя бережешь, ты лежишь. Ты в тот момент сконцентрирован только на одном. Выносить здорового ребенка. Потому что дети инвалиды – это такой тяжкий крест. Я всегда просила, что я не смогу. Не надо, мне не надо. УЗИ мне делали каждую неделю. Помимо врача-узиста приходили другие врачи. Они смотрели, как развивается плод. Но у меня просто была патология самой беременности. Это все было исправимо. Это надо было вылежать. Беременность моя надо было не выходить, а вылежать. Моему старшему сыну на момент моего пребывания в больнице было 4 года всего. Мишуля, он был с моей мамой и с моей бабушкой. И с моим братом. Такие три няньки были, они его смотрели. Муж работал просто. Он ушел в работу. Ему так и психологически, наверное, легче было. Муж постоянно говорил, что ему тяжело, сложно возвращаться в пустую квартиру. Где никто не ждет, где нет детского смеха, где нет меня. Он молодец. Он готовил мне кушать домашнее. И себе, и мне. Перевозил это все в баночках. Кормил меня. Я шла на роды, как на избавление, на праздник. Я понимала, какая мне боль предстоит. Но я шла после стольких месяцев, проведенных в больнице. Я думала, что фух, сейчас рожу. На третьи сутки же выписывают. Все супер, заберем ребенка. У меня уже были планы, как у Наполеона. И муж уже на это рассчитывал. И врач говорит, ну, наконец, отмучаешься. Там все хорошо. Никто не предполагал, никто не мог подумать. Все думали, что я очень быстро и легко рожу. За счет того, что и так эта беременность еле-еле держалась. А у меня начались схватки. Все было хорошо. Наблюдали. Все шло в абсолютно штатном режиме. Я шутила, я улыбалась. И как только мне прокололи плодный пузырь, потому что воды все самостоятельно никак не отходили. Вот. Случилось, что случилось. Меня тромбануло. Простым народным языком. Меня тромбануло. Это тромб, который перелетает в легкое. Тело – это тромбоэмболия легочной артерии. И это вот боль схваток. И тут же тебя накрывает иная боль. Сильнее. Многократно сильнее. Я просто не знала, что человек может столько боли в сознании вытерпеть. Физическое. Ощущение было, что с шеи вниз вонзили кинжал. Это парализующая боль. И я начала задыхаться. И они – что, что, Надя, что случилось? И я – я не могу дышать. Стали прибегать врачи. Много людей в белых халатах. Все стали говорить – дыши, 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 дыши. Что, как, переполох. Операционная, родзал, что с ней делать? А в тот момент я не понимала серьезность ситуации. В тот момент тебе так больно, что ты не можешь ни о чем думать. И ты не можешь дышать. Ты хочешь просто глоток воздуха. Ты нет возможности думать о чем-то еще или пугаться. Ну, просто в какой-то момент я задышала. Я продышалась, я задышала. Никакой там ни интубации не было, ничего. И там никакого прямого массажа сердца. Я не помню, чтобы я теряла сознание. Сами роды прошли очень быстро, потому что, в принципе, эта беременность и так еле-еле держалась. Ну, сразу сказали, что рожу. Просто буквально на третьей потуге так и произошло. Роды закончились. Ребенка приложили к груди, показали. Сказали, что мальчик. Он сразу закричал. Сказали, что все хорошо. Подошла бригада врачей, которая принимала роды. Большое им спасибо. Сказали, что я устроила переполох, что все хорошо. Я еще успела позвонить мужу, бабушке, сказать, что я родила, что все хорошо. И через какое-то время я почувствовала, что просто из меня льется водопад крови. И меня выключили. Наркоз или что это? Когда я открыла глаза, я увидела в свои руки просто какие-то бесформенные, надутые, зефирные, непонятные руки. И кровь. И в одну, во вторую руку мне вливали кровь. Была большая кровопотеря. Порядка двух с половиной литров где-то я потеряла. И потом, когда мы разговаривали с врачом, он говорит, что состояние было тяжелое, критическое. И для них было сложно принимать решение, потому что состояние двоякое. Они полагали, что было тело и что надо кровь разжижать, чтобы не было рецидива, чтобы все прошло, чтобы разжижить этот тромбик. И была большая кровопотеря. То есть кровь надо загущать для того, чтобы остановить эту кровопотерю. И они не понимали, какой препарат лучше ввести, чтобы не навредить, а помочь. Врач, который меня наблюдал всю беременность на сохранении, который проводил роды, который меня спасал, огромное ему спасибо. Потом, когда разговаривал с мужем, он сказал, что хорошо, что выжила. Мы не думали. Было ощущение, что прям возле тебя кто-то есть за тобой пришли. Я лежала и думала, что неужели это все? 29 лет, и мой путь подошел к концу. Я еще ничего не успела сделать. У меня двое маленьких детей. И ты еще думаешь о таких простых вещах, как если это все, то почему так рано, за что? И ты не увидишь больше моря. Ты не поговоришь по душам. Тебя не сможет муж там обнять. Ты не сможешь поцеловать своих детей. Думается о очень простых вещах. 11 суток я пролежала в реанимации. Неделю я пролежала прям в боксе, вот со всеми этими проводочками, прищепочками, голая, с мочевым катетером. И потом, когда мы разбирались с Телой после, причины, причины Тела. Просто мне сказали, что у меня совокупность косвенных причин. Первое, это длительное обездвиживание, потому что кровь застаивается, кровь загустевает. Аномальная жара была в августе 2015 года. Просто аномальнейшая. Невозможно было. А жара тоже, кровь загустевает от жары. И сам организм, когда готовится к родам, чем ближе дата родов, тем гуще кровь у роженицы. Это, естественно, организм готовится к кровопотере. И это просто... А еще гормоны. Я всю беременность принимала гормоны. Они тоже меняют состав крови. Фатальное стечение косвенных обстоятельств, которые привели к Телу. Вот это мой сын. Его зовут Григорий. Родился он в 9 вечера 13 августа. Совершенно здоровый. Немножко недозрелый, как сказали медики. Но с ним все хорошо. Прекрасный малыш. Он такой дедулечка здесь. Потому что он совсем махонький был. 2600. Берем совсем дедочек. Сейчас он высокий парень. Ну и здесь вот вся эта отечность еще на лице. Еще пьяний я. Болезнь никого не красит и пребывание в больнице. Вы знаете, год после родов он был очень тяжелый физически и морально. И он был очень крутой одновременно. Было тяжело, потому что все и так устали. Как только я выписалась, то дети тебе, муж тебе, быт тебе. Все занялись своей жизнью. И этот год был безумно крутой, эмоционально. Потому что была такая благодать. Была благодарность за каждый прожитый день. За то, что я вижу своего ребенка, вижу, как он растет. Хоть вот еще один день. Вот спасибо из-за него. Вот еще. Но год, я когда с ними одна оставалась, я знала, что может быть рецидив. Мне все объяснили. И я говорила, ну я же знаю уже, как это. Ну как минимум, открыть входную дверь я успею. Вот такие мысли были, да? Ну когда ты одна с двумя маленькими детьми. Ну чтобы они там на помощь позвали уже, как-то соседей позвали. Позвонить вряд ли ты успеешь. Ну открыть дверь входную, как минимум, должна. Еще раз могу отрамбануть. Если перелетит повторно, то маловероятно, что организм справится уже. Почти нет шансов. Врачи категорически запретили беременеть. Однозначно нельзя больше рожать. Нельзя аборт, нельзя оральные контрацептивы. Нельзя ничего. Потому что это все может спровоцировать повторно. Поэтому в 30 лет, через годик, я пришла в себя. Взяла всю волю в кулак. Я себе сделала стерилизацию, просто чтобы жить спокойно, не думать об этом, наслаждаться жизнью. Я понимаю, что мне это испытание дано было для чего-то. Остановиться, задуматься, полюбить жизнь в моменте. Хочется семей уюта, хочется радости. Чаще с друзьями встречаться, чаще родных обнимать. Всю беременность, можно отметить. Когда ты ложишься спать, всегда видно было небо. Так кровати у меня стояли, что всегда видено небо. И я с ним договаривалась. Каждый раз, каждый вечер. Я просила, настаивала, объясняла, аргументировала, почему все должно быть хорошо. Так как мама будет любить, заботиться о своих детях, ну, невозможно, чтобы кто-то еще заботился, что я локомотив все-таки. Я в семье такой более рисковый человек. Человек, который какие-то идеи стимулирует. Я понимала, что им без меня будет сложно. Я просто должна выздороветь. У меня все должно быть хорошо. Я не имею права раскиснуть. Я не имею права остаться каким-то инвалидом. Ну, хотя у меня так и не стоял вопрос, но тем не менее. Я не имею права не выжить. Просто не имею права. У меня вот прям такой дострой был боевой. Я не сдавалась. Я улыбалась. Я была на позитиве. Я, наверное, хочу, чтобы мои дети... Ну, это память для них была. Как они мне дались. Что я их очень сильно люблю. Я благодарна своему мужу, что это испытание прошло достойно. Что мы с ним остались вместе. Потому что когда меня выписывали, обудренные опытом, акушерки очень в возрасте, они сказали, что у тебя крутой муж. Он вставал ночами, хотя он и работал. Он видел, что у меня сложно. Но он меня поддерживал. Вот. Хочу просто сказать, что я вас очень люблю. Спасибо, что вы у меня есть.